Бестмастер Риксар Скитающийся бродяга из Мокнатала, мифический полуорг Полуогр, Риксар с его топорами присоединился к Сентену для защиты мира природы вокруг него. Друг животных, Риксар, метает топоры и разрезает врагов с необычайной дикостью. Настоящий воин живой планеты, которая процветает вокруг него. Бестмастер, союзник, на которого можно рассчитывать в трудную минуту. Хорошо. Давай-давай, хорош. Акс тоже крутанец сейчас. Давай-давай. Ну это на вставочку, да, второй раз. Старая мета такая, через топоры. Но она имеет место быть. Лего так МХ юзаем. Хорошо. Хорошо. Ой-ой-ой-ой. 4К положи. Найс. На некров купол. Ты чё так некров не любишь-то? Здесь, по идее, меня Войт не должен достать. Ты что, промах есть? Что за баши лютые? Видели какие баши? Всем привет, дорогие друзья. Что ж, сегодня у нас гайд на Бестмастера. А это значит, что сегодня я вам расскажу, как играть на этом герое, к какой роли этот персонаж вообще относится и что он должен делать в команде. Ну и, конечно же, разберём, как работают у нас способности Wild Axis, Inner Beast, конечно же Call of the Wild и Primal Roar. Очень интересный, друзья, герой. Очень сильный, на самом деле, очень сильный командный герой. Я вам это докажу. Ребятки, не скипайте теорию. Тут есть на что обратить внимание. Поехали. Итак, друзья, начинаем разбор наших способностей. Первая способность на нашем персонаже это Дики Топорики. Хватки у нас W. И эта способность, на самом деле, очень специфичная. Тут есть нюанс такой, что это Physical Damage. Да, это физический урон, это не магический. И эта способность у нас делится на 2 стадии. Ну, вообще, тут много всяких стадий, но я вам сейчас постараюсь вкратце объяснить, как это в целом работает. Давайте разбирать. Смотрите, у нас дальность применения этой способности 1300 единиц. Эта способность у нас имеет увеличенную AOE и уменьшенную. То есть, самая маленькая AOE, которая тут есть во время пускания топоров. Это 140. И самое максимальное это 353. Почему-то 353. Именно единицы. Не знаю почему. Не знаю почему не сделали просто 350. Но понятно. Давайте применим и посмотрим. Хватки у нас W. Закидываем топоры. И, как вы видите, у нее вот такая вот непонятненькая AOE. То есть, вначале узенько, а потом расширяется и опять в узкую такую территорию заходит этот топор. Эти два топора будет правильнее так говорить. И эта тема у нас будет работать так. Когда мы кидаем топор, он один раз карает и возвращается и карает второй. Но это при том условии, если персонаж получил только первый демеш, если он где-то на средней дистанции находится. Если вы будете топоры раскидывать именно вот так, как я сейчас закину. То есть, вот в одну точку сразу, то сразу мгновенно два урона нанесется. Плюс это еще может работать в такой теме, что если вы закинули и кто-то подходит в тот момент, когда топоры возвращаются, ему тоже нанесется урон. Эта способность у нас работает даже через БКБ. И я вам сейчас это, в принципе, покажу. Смотрите. Нажимаем Black King Bar. И, смотрите, урон нанесся. Почему урона нанеслось так мало? Я уже говорил, что это физический урон. Соответственно, Plate Mail, то есть, Armor, все у нас будет смягчать первую способность. Вот такая вот у нас первая способность, друзья. Давайте разберемся сейчас по уровням прокачки. Что у нас увеличивается? Что у нас улучшает? Смотрите. На первом уровне 70 урона за один топор будет наноситься. На втором 100. На третьем 130. На четвертом 160 урона будет наноситься. При этом КД у нас 13 секунд. И монокост неизменный. 120 единиц маны. Это очень, на самом деле, такая специфичная способность. Но я вам покажу, как можно будет пользоваться ей. Но дамажит она, в принципе. Вот я думаю, если с медалькой пользоваться этим персонажем, то будет очень-очень круто. Единственное, мне не нравится вот эта тема с разделением урона. То есть, первый раз урон наносит и второй. В общей совокупности, получается, у нас за один топор 160. За два у нас получается 200. Сколько получается 100 плюс 100? Это 260 плюс 60. Это у нас получается 120. Это 320 урона. Но, естественно, из-за физикал, так сказать, системы этого спела, немного урона будет наноситься меньше. Но, в принципе, ребята, у нас тут больше нечего рассказывать по этой способности. Надеюсь, она вам более чем понятна. Просто закидывайте и наносится урон. Расстояние, дальность применения у нас 1300 единиц. Очень-очень крутое расстояние. А, при этом еще, кстати, деревья эта способность у нас тоже рубит, друзья. И дается кратковременный вижен во время полета этих топоров. Это тоже очень такой важный моментик, что вы можете немного подпалить и, конечно же, срубить деревья в случае, если вам это необходимо. Все, ребят, поехали на вторую способность. Следующая способность к нашим персонажам это Inner Beast. Хоткей у нас B. Это у нас пассивка, друзья. Мы ее уже прокачали. Видите, вот такой вот у нас красивенький эффектик. Это у нас аура, которая дает атакспид. Давайте посмотрим по уровню прокачки. Дает атакспид на 15, на 25, 35 и 45 процентов. Примечательно, друзья, что дается атакспид именно пассивный. Не тот, который вы, допустим, если вы купите гиперстоун и там гиперстоун плюс 45 процентов будет. Нет. По механике игры улучшаются только пассивные вот эти все атрибуты пассивные атакспиды. Как работает Double Damage? Double Damage считывается у нас от нашей родной атаки. Также будет у нас считываться этот атакспид от этой ауры. Аура у нас работает в радиусе 900 единиц. И все находящиеся рядом с этим персонажем, союзники, будут получать эту прекрасную ауру разгона атакспида. Также эта аура у нас стакается с аурой Некрономиком. И это очень-очень годно, потому что позволяет еще сильнее разогнать всех персонажей, кто находится рядом. И поэтому вот такая вот у нас тема. Так как это у нас пассивочка, друзья, соответственно, она у нас сбивается сильверейджем. К сожалению, да, вот такая вот тема есть. В принципе, по этой способности больше нечего рассказывать. Просто отличная пассивка, помогающая совместно командой душить оппонентов с помощью атакспида. Поехали на следующую способность. Итак, друзья, настало время самой интересной способности. У нас же Beastmaster. А это значит, что мы по третьей способности можем вызывать кого-то. Находке у нас D. Нажимаем и появляются у нас две вот такие способности. У нас появляется птичка и появляется хрюшка. Давайте разберем сначала птичку. Я вам расскажу, что она делает, что ей можно делать. И, конечно же, потом поговорим уже о свинюке. Создаем у нас птичку по ходке D. Вот такая вот у нас идет небольшой кастик. И у нас появляется птичка. Такая птичка у нас будет жить 60 секунд. Она живет 60 секунд. Мы можем лететь ей куда угодно. Она у нас не имеет никакого урона, ничего. Она просто будет давать вам vision. К сожалению, она дает только vision. Друзья, с уровнями прокачки, как прокачивается эта птичка, я вам сейчас расскажу. Вот она табличечка. Давайте посмотрим. Смотрите, длительность этой птички 60 секунд. Здоровье по уровням прокачки улучшается у нее. Скорость передвижения улучшается. И обзор ночью и днем. И есть еще одна такая приколюха, что с появлением третьего уровня нашей способности, а именно Call of the Wild, мы получаем такую тему, что наша птичка становится невидимой, если она становится просто АФК на 4 секунды. То есть, допустим, она долетела до какой-то точки, 4 секунды повисела и становится невидимой. То есть, у вас будет такой вард в течение минуты. Давайте разберем уровни прокачки. Смотрите, здоровье нашей птички улучшается так. 40, 60, 80 и 100. Скорость передвижения увеличится с уровня прокачки. 250, 275, 300 и 325 единиц скорости передвижения становятся у нашей птички. При этом у нее, смотрите, еще разные обзоры. 700 днем, 700 ночью. Потом 1000 днем, 800 ночью. Потом на третьем уровне прокачки уже 1300 днем и 900 ночью. И на самом крайнем уровне, а именно на четвертом, у нас обзор днем становится 1600 единиц и ночью 1000 единиц. Требует всего птичка у нас 15 маны и перезарядка данной птички 40 секунд. А длительность 60. А это значит, что вы сможете откатить и 20 секунд еще пользоваться еще одной птичкой. И это очень-очень круто. Эта птичка, в принципе, она очень ватненькая такая. Ее можно как чипалахом обычным вот таким срубить. Как магией. Так, ну вот, в принципе, как-то она даже сроденца очень быстро умирает. К сожалению, у нее не очень большое количество хитпоинтов. Всего 100 хп на ласт уровне. Но, тем не менее, это очень годный спелл. На теории мы вот как бы разбираем вот эту способность. И она очень-очень интересна, на самом деле. Многие это качать, конечно, не будут. Но, поверьте, это очень круто. Очень круто. Что ж, по птичке поговорили. Давайте поговорим теперь о кабанчике. Тут тоже интересно. Что ж, друзья, самое время поговорить у нас о свинюке. Давайте создадим эту свинюшку. По ходке Е мы создали вот такую свинку. Свинка у нас имеет 300 мс. Это более чем достаточно. Дальность атаки у этой хрюшки 550 единиц. Атака у нас увеличивается с уровнями прокачки. Также у нее будет добавляться тут хитпоинт еще. По табличечке чуть-чуть позже посмотрим. И что ж, самая главная и самая неприятная вещь, которая есть у хрюшки для оппонентов. Это, конечно же, расположение дебафа на оппонентов. Этот дебаф у нас накладывается на оппонента, которого атакует эта хрюшка на 3 секунды. При этом этот дебаф будет снимать скорость передвижения и, конечно же, замедлять скорость атаки. Это очень-очень жестко. Длительность такого одного кабанчика у нас 60 секунд. Акд у нас 40. Это значит, что вы можете сделать две хрюшки, но дебаф не будет складываться с двух хрюшек. Будет только с одной хрюшки вот так вот работать. Ну, вы можете просто поддамаживать вот так вот двумя хрюшками. То есть, для того, чтобы убить одну хрюшку, нужно реально поднапрячься и они будут душить. Давайте посмотрим по уровням прокачки. Смотрите табличку. На первом уровне у нас здоровье хрюшки будет 200, на втором 300, на третьем 400 и на четвертом 500 единиц. Замедление скорости передвижения на оппонентов, которые накладываются дебаф, на 10, на 20, на 30, на 40% на ласт уровне. Замедление скорости атаки будет такое же. 10, 20, 30 и 40 единиц. И урон, который у нас увеличивается у хрюшки с уровнями прокачки, будет такое. 15, 30, 45 и 60. 60 урона будет на ласт левеле, друзья. Длительность, как я уже говорил, 60 секунд, кд, 40, монокост 15. То есть, две хрюшки вам в расположении, друзья. В общем, вот такая вот у нас способность неприятненькая и очень-очень-очень жесткая, на самом деле, для оппонентов. Но некоторые, к сожалению, это не качают, не понимают, что это очень грозная тема 40% замедления. Вы представьте. Но это же жестко, друзья. Ну что, самое время, наверное, перейти нам уже к нашему основному спеллу. А это ультимейт у нас. Праймал Роу. Поехали. Итак, друзья, самое время поговорить у нас о самой жесткой способности на нашем персонаже. Это Праймал Роу. Эта способность славится тем, что она пробивает Блэк Кинг Бар. Урон не наносится, но стан отлично работает. Энигма в БКБ прыгает. Да нам все равно. Эксар, как правило, это третья позиция. Он выфармливает даггер некрономиком и идет душить с помощью ультимейта и своего суммона. Тут очень много нюансов. Я постараюсь ничего не упустить. Поэтому давайте разбирать досконально. Табличечку я тоже приставлю. Будем по ней немного работать. Я вам объясню, зачем, чему и почему, как эта способность работает. Поехали. Смотрите, ходки у нас R. Дальность применения этой способности у нас 600 единиц. Как вы видите, есть тут еще Аганимы. Аганимы мы поговорим чуть-чуть позже. У нас тут есть несколько специфик данной способности. Первое, это таргетная работа на персонажа. То есть это у нас не массовая способность. В кавычках не массовая. Нажимаем, давайте нажмем на оппонента и посмотрим, что произойдет. Нажимаем на оппонента. И как видите, эти персонажи у нас уехали, а оппонент стоит в стане. Таргет на оппонента улетает в стан и ему наносится урон. Плюс тем, кто находится в радиусе 300 единиц от этого персонажа, на которого мы нажали наш ультимейт. Им будет наложен дебаф на лицо на 50% замедления скорости передвижения и на 50 единиц скорость атаки у них будет уменьшена. При этом их отнести может очень далеко. 300 радиуса от таргета, на которого мы нажали, и плюс еще 300 единиц он может оттолкнуть этот ультимейт. При этом еще также урон им нанесется, как вы могли обратить внимание. Давайте посмотрим еще раз. Отталкивает у нас. Иногда, кстати, бывает баг. Я уже не первый раз замечаю, что почему-то некоторых персонажей не отталкивает. Я не знаю почему. Видимо, это какая-то механика игры кривая. Видите, вот сейчас оттолкнуло. Стоило только немного сдвинуться. Ну и что ж, давайте разберем по уровням прокачки уже, соответственно, наш ультимейт. Смотрите, таргет на 200 урона и на персонажа, на которого мы нажимаем ультимейт, он улетает на 3 секунды в стан. На него расположен дебаф стана, который можно развеять там пресс-атакам или прочей всякой фигней, которая у нас диспелит. При этом еще персонажам, которых отнесет, им также будет нанесено 200 урона. Этот урон у нас пропорционален, в принципе, таргетный и вот этот сайдовый, разносовый. И замедление будет у нас расположено на персонажах, которые у нас оттолкнулись на 2 секунды. На втором левле 250 урона, на 3,5 секунды стана улетает у нас оппонент и 250 урона будет нанесено тем, кого просто оттолкнет. И замедление на них расположится на 3 секунды. На третьем левле 300 урона, на 4 секунды стана улетает оппонент и 300 урона всем, кого оттолкнет. И на 4 секунды будет расположен на них дебаф, который, опять-таки, напоминаю, 50% момент спида и 50 единиц скорости атаки. При этом кд данной способности 80, 75, 70 и монокос такой, 150, 175 и 200. Давайте посмотрим, как это работает в Black King Bar. Нажимаем R, там нажался БКБ, урон, видите, не нанесся, урон и стан все равно наложился. Это вот очень годная тема. Далее, смотрите, как работает в линку. В линку, к сожалению, никак не работает ни от нос, ничего не срабатывает. Но когда вот так вот у нас нету ничего у оппонентов, это очень жесткая тема, друзья. Этот стан, в принципе, как я уже сказал, очень легко развеивается. Ну и, в принципе, тут все, более нечего рассказывать. Табличечку, смотрите, еще раз прикладываю. Она тут, в принципе, и висела. По табличечке все понятно. Урон, замедление, замедление скорости атаки, длительность замедления, длительность оглушения, длительность откидывания 0,6 секунд. Да, на расстоянии я уже сказал, какое. Друзья, самое время у нас перейти уже к Аганиму, посмотреть эффектик и посмотреть, что у нас улучшается с Аганимом. Поехали. Итак, друзья, приобрели мы уже Аганиму. Как вы видите, вот такой вот красивый эффект у нас наложен на нашего персонажа. И что у нас будет улучшаться с Аганимом. Как вы видели уже по табличке, которую я прилагал, там увеличен у нас рейндж, конечно же, и улучшена перезарядка. Давайте применим данную способность. Дальность применения у нас теперь 950 единиц. Вот такое вот лютое применение. Вы видели, прям жестко задушил. И что ж, давайте посмотрим вообще, что у нас еще есть. Калдаун 45 секунд. То есть у нас персонаж становится таким более гангерским, более такой персонаж у нас уже расстояние очень жесткое. То есть он там раз напрыгнул, там и началось вот это все. То есть, ну Аганим очень полезный. Каточки через Аганим по-любому будет, друзья. В принципе, это все. Теоретически гайд у нас окончен. Я надеюсь, этот персонаж, вы посмотрите этот гайд и вы полюбите его, потому что он реально интересный. В принципе, на нем приемлемо, приятно играть. У него хороший атак спид, очень хороший ультимейт, хороший суммон. Не знаю, почему его не берут, но если мне на АР выпадает этот герой, я очень с радостью даже могу сыграть на нем. Мне реально интересно на нем играть, потому что свинка это просто имба. Ну что ж, друзья, пожелаю всем приятного просмотра. Томить не буду. Обязательно поставьте лайк. Я для вас постарался. Надеюсь, этот гайд вам зайдет, как обычно, друзья. Ну и все. Поехали смотреть практику на этом герое. О, друзья. Согрузилась у нас первая каточка. Сейчас мы пойдем. Хард линию. Рексар у нас это тройка, соответственно, идти мы должны в хардлайн. Сейчас посмотрим, что мы сможем предоставить нашим оппонентам. Сейчас я покажу одну старую страту. С ней будем работать. Поэтому берем вот так сол ринг, возьмем топоридзе. Вдруг, вдруг мы там будем подфармливать. Но если что, будем в любом случае подфармливать. Потому что мы сможем перетягивать линию. Я же показывал, как уже правильно ставить на хардлайне. И будем раскачиваться через топоры. Эншентов колотить. А пока просто можно срубить здесь. Пока время идет. Так что не теряем времени и поехали. Будут тут даггер, некра, но дефолтные артефакты. Посмотрим, что будет. Так, взяли там легионов, инников. Самые простенькие и сильные герои. Че по контрпикам спросите? Ну, Рексар вообще сам по себе такой герой. Он ствола, он не особо способен что-то делать. Ну, такое. Он, в принципе, дефолтный герой, который не любит контроля. А те, кто будут нам помогать, это, конечно же, станы. То же самое. В принципе, все дефолтно. Очень простенький герой. И... Ну, тащить на нем так. Сильно не получится, если команда слабая. Да-да, Тенор. Звери будут. И это что? Звери, это что? Некра. Некра это кто? Так, он его догонит. Так, вот. Так, давай. Так, давай. Ну, я пока так погрызаемся здесь. Но мы сейчас будем занимать. Занимаем руну. В любом случае. Я топоры не буду брать. Возьму свинюку. Если что, свинюка тоже хорошо. Ах, ах, ах. Это очень плохо. Сейчас свинюку отводим. Слишком много их на руне мы тут не заберем. У нас АФК, ребята, немножко. Так, хрюшка живет минута у нас. Так, все. Собираемся. Хрюшку оставляем. Погнали. Блочить. Главная наша задача это выформить сол ринг там. И желательно фейзы. И тогда уже будет игра нормальная. Блочим тут крипчиков. Сейчас они ускорятся. Все, пошло ускорение. Деда надо будет вперед пропустить. Нет, все. Уже не получится. Уже не получится. Главное было попробовать. Все, хорошо. Пойдет линия не сильно далеко. Хрюшка будет автоатачить, да, походу? Главное крипчиков добивать. Кура в лесочек бы пошел, было бы хорошо. Я сейчас уже не успею пойти отвезти. Хорошо. Ласт хит нормальный. Кстати, у Риксара мне нравится ласт хит. Он прям кошерный. Хорошо. Ну тут фарм будет вест-клока. И пойдем на стаки. Зачем ты пушишь? Не пуш. Неопытный фурион. Сейчас, короче, сапог берем и вторую минуту отводим. Как раз на руну сходим. У нас фурион, к сожалению, неопытный. Он просто тупо. Тупо. Таатачит. Пытается добивать. Берем топоры, ребят. И сапожок. И сапожок. От этого пацана гоу отошлем. Сами не пойдем. Пусть хрюшка поработает. Во вторую смену. Успеет, интересно. Должна успевать. Да, успевает. Там деревьев нету. Хорошо. Деревьев нету, забыз. И рак, лёх. Крипа ни одного не может добить. И рак, лёх. Оп. И стакаем. И рак, лёх. Сразу банлист от этому. Всем добра, изи. Знаете почему? Потому что просто слабый человечек. Не может ни одного крипа добить. И рак, лох. Сразу. Я не люблю тут стоять вот так на активе. Слишком далеко от тавора. Хорошо. Прогоняем пацана. Крюшка вторая пришла. Полудохлая. Ту мы отправили обратно. На стаке. Возьмем топоры. И не идёт. 260 маны. Прочекали сразу. У меня тут фулфри, в принципе. Отлично. Хорошо. Вот так вот делаем. Опа. Надо стакать уже, ребят. Ромах. Мы должны стакнуться. Всё равно деревья вырублены. Не, они стакнулись. Поэтому надо воздушно убить. Классика жанра. Оп. Крюшку берём. Давай-давай, души его. Эммод же немного будет. Ага, он без прутов. Ей рак, лох. Набьём крюшку, чтобы не давать ничего. Сейчас дофармим уже соул. Почему соль ринг? Потому что мы в кэмп уйдём, ребят. В лесные, эншенты. Надо только будет про стакать. Времени ещё на стаке очень много. Ничего страшного, что два стака я прогулял. Четыре стака можно будет сделать. Всё будет гуд. Хорошо. Всё, соль ринг имеем. Соль ринг имеем. И можно будет подспамливать сейчас. Сразу. Сразу подспамливать. Лох, лох, лох. Рак. Рак, лох. О, боже. Погнали. Крипья. Повели. Крипья повели. Хорошо. Опасно сейчас тут стоять. Давайте курочку поднимем. Вот так вот сделаем. Ерак, лох. Не будем подходить, пока стакнем. Просто стакнем пока что. Хорошо. Подфармили заодно. Ерак, лох. Ерак, лох. Говорит. Отводим. Ерак, лох. Запоминайте. Фразы великих людей. Ерак, лох. Ладно, смотрим по птичке еще. Есть там кто-нибудь или нет? Очень страшно, что хрюшку потеряли. Это не беда. Все нормалин. Отлично. Берем топоры. Чикен дает нам вижен. Все нормалин. Пока что. Чикен дает вижен. Плохо сейчас очень много хп улетит. И них будет проблемой. Хорошо. Ерак, лох. Хилл зажмем. Хилл зажмем. Можно вообще сейчас сделать фейсы и сделать орбов вином. Купить. Но я в принципе я в хейле стою. Я вообще должен на фк стоять в хейл. Хардлайн это такая линия, когда ты должен аккуратно выформить 6 левел и начать помогать. Но я сейчас выфармливаю 6. А то я убью финика в любом случае. Хорошо. Побили чуть-чуть. Прогоняем тупо. С линии. С хрюшкой можно прогонять. Хорошо. Сейчас сами пойдем на кэмп уже. Все. Прогуляемся, срубим деревья. Деревья срубим топорами. И лишь рак у нас там есть. Лишь рака я кстати изи убиваю. Лишь рака изи убиваю. Монета. На монету отойдем. Хрюшка если что разбила. Мы сейчас тут возьмем. Задушим. Через деревья. Так вот. Отлично. Стакнем заодно. И разрушим деревья. Все. Хорошо. Растакали. Растакали. Его монету заберем заодно. Монету заодно. Шестого жалко нету. Много рановато. Вышел я с линии. Но я вышел чтобы срубить деревья. Все. Еще раз отсылаем сюда хрюшку. Работаем на стаке. Максимально пока что. Это чисто это первая страта. Которая. Ну дефолт на самом деле. На Рексаре. На Рексаре дефолт. Сейчас откатятся топоры. Хрюшка. Будет все окей. Все окей. Ей рак. Лех. У меня нету хрюшки. К сожалению. Хорошо. Ах не успеваю. Пайтинг был. Ей рак. Лех. Хорошо. Найс. Ну пойдет. Пойдет. Сейчас седьмой левел. И в кемпо идем. Седьмой левел. И в кемпо. Есть. Легион, да? Имеется там. Вот только с ультимейтом его. Через некрачей пойдем, ребят. В любом случае. Икра это круто. В поле у нас идет доминация по карте. Пацаны там проигрывают. Надо отойти. Знаете почему? Потому что возможно идти не может легиона просто тупо на меня кинуться. Погнали. Погнали. Чего, гоу, первый. Заряд фармы. Раз. Поднимем птицу сюда. Аккуратно будем подфармливать. Лучше вот здесь встать будет. Старая мета такая, через топоры. Но она имеет место быть. Старая, старая мета. Хорошо. Хорошочка. Они быстро кдшатся, в принципе. Приемлемо. Приемлемо. На топе очень много. Крипов. Лоу хаповых заберем. Лоу хаповых заберем. Берем пассивку на раз. Хорошо. Все хапы себе тут просадил уже. Все. 2к имеем. Полник рачей. Возьмем сразу вб. Нормально. Пойдет. Что чуть позже дофармим. Но плохо, что линию... Обычно, знаете, как уходит в лес? Линию сильно запушивают. И корр начинает держать линию вот здесь где-то примерно. И тогда этим мы имеем право воспользоваться. И все будет огонь. Я иду, иду, иду. Хорошо. Оба. Риксар тут как тут. Помогайте. Так, все птичку замаксили. Сразу вешаем на вижен. Потому что мы тут сейчас орудовать будем. Мы тут сейчас будем орудовать. Мультимайт слили. Ничего страшного, она нормально. Зашло у нас. Хорошо. Теперь птичку передвигаем вот сюда. Для того, чтобы нам было виднее, что творится под тавором. Какие тпшки идут. И смотрим, не забываем про карту. Кто-то там... А тот моих крипов забрал. На фурионе. Все, уходим отсюда. Уходим. Кто идет? Лишь рачок, видите, идет уже. А мы знаем, знаем, что он идет. А мы знаем. Мы знаем, что он идет. Хорошо, и ушли. А на одиннадцатом мультимейте, естественно, берем. Лего пришел, но это плохо. Вот здесь вижен поставим. Фраксы, очень много урона. Легион, легион, легион. По фарму чемпион. Опасно тут стоять. Но некра двоечку возьму и нормалин будет. Поменялись мы линиями. Тяжелая линия, я сейчас встал в тяжелую линию по сути. Ага, идет. Идет. Я его не заберу. Сам. Сам я его не заберу. Ай-яй-яй. Ну, три героя внизу. Сам я лего не забираю. Хорошо, вот я страйфанулся жестко. Жестко страйфанулся. О, мне опасно. Бешрак тут еще. Не буду я драться. Абсолютно игнорируйте вот таких чуваков, потому что дал бы я рауры, что дальше? Что дальше? Вопрос хороший, что дальше? Дальше ничего. Дальше смерть, потому что три героя. Все, некра есть, сейчас можно будет в наглую поработать. Потому что, смотрите, очень агрессивные ребята у нас тут собрались. Давайте прогрызем. Риксар это командный герой. Но когда мы в меньшинстве, я не собираюсь это видеть просто так. Это ни к чему не приведет. Опса. Давай-давай, работаем. Хорошо. Вот команда пришла, сразу в драку побежали. Нормалин. По низу пойдем. Сразу все норм. Мигра три сейчас будут. И дагерочек надо. Срочно. Через старую мету на стаке. Ну, чуть-чуть лучше. Еще есть другая мета, я ее чуть позже вам покажу. Нужно будет просто другую, по-другому немного сыграть. В агрессию будем играть. Будем в агрессию играть. Хорошо. И рак лох. Некро три имеют. Все, от некров играем, от ульты и от некров. У нас все будет хорошо. Будет хорошо. Никого нет. Не заблочил. Заблочил. Не успел раскликать. Поехали ковырять. Так, раур у нас есть уже. Отлично, хрюшки. Пусть разговаривает. Все, я пошел в мид. Таггер тени еще нету, да, это плохо. Для него. Я могу траксу, в принципе, выбегать сейчас убивать. Опача. Опача. Можно тут подфармить еще. Блин, какая же хрюшка жесткая. Так, я в фуловую уже стою. Я уже в фуловую стою там. Хорошо. Кто там у нас? Киньк. Ну, просто не крачами задушит. Хорошо. Хорошо, гоблин. Ну, не крачи, это слишком большая трата на самом деле. На этот фраг была. А я собирался сам его тут забирать. Хорошо. Опа, там кто еще? Лешрак, ля. Он умрет. Он умрет. Next Dagger, ребят. И, наверное, Аганим тут будет. И Аганим, наверное, будет. Вторую птичку берем. Примерно сюда же отправляем. Пассивочку. Пассивочку. Давайте запушим. Не знаю, получится ли запушить. Вроде ДПшек не видно. Птичка поближе. Да, хорошо. Сломали. Отлично. Просто пока команда... Я не знаю, не вижу команды пока. Вместе не ходим. Аккуратненько. Двигаемся по карте и все. Все у нас будет good. Хрюшка сюда. Вот тут не крачи, убиваем. Тинника изи. Через свинью. Свинью тинника изи. Пушить можно. Через свинью куизи. 1600 имеем. Опача. Деремся. Деремся. У нас с ума он слишком лютый. Давай давай. Верно. Хорошо. Пацаны и не на того напали. Получается. Игорь на базу, пацаны. Пазу. Дагерочек. Берем. Все. А сейчас будем еще активнее играть. Пацаны не туда напали. Не туда пришли. Хорошо. Легиона надо искать. Погнали к команде. Хорошо. Идем к своей команде. Инкрис. Раскачали. Скорости атаки. У нас будет уже хорошо. Сейчас сразу вардик. И играем с командой. С командой играем. Отлично. Все. Вот эту птичку мы сейчас сюда заведем. Можно через shift ее подконтрить. Она там встанет. Где-нибудь будет афк стоять. Лега лотар сейдж. Лега лотар. Надо отойти. Б. Там лотар. Вот он, вот он, вот он. Пойдет. Шири его. Хорошо. Жестко и агрессивно. Каточка выходит у нас. Отлично. Хорошо. Само нам правда тяжеловато подконтривать. Ребята иногда. Да, то есть для тех, кто новичок, будет тяжеловат этот герой в исполнении, потому что нужно будет нажимать очень много кнопок. Он включит ультимейт, он вздохнет. Он вздохнет. Хорошо. Так, 2к имеем, это отлично. Пока линия не спушена. Калиния не спушена, это плохо все. Так, есть 2к. Поднимаем птичку. Ставим на vision. Можете на дефолт и просто отправлять на vision. Так, ребята в мид пошли. Я не, я в мид не пойду, рано еще в мид идти. Рано еще в мид идти. Олега на миду. Вот, все, рано в мид ты пошел, братан. Того не стоит. Топ, пошли бы, спокойно подломали бы. Подлатали. Вон и тут, ребята, все, отходим. Крюшку забираем. Так и играем. Риксар это чисто такой мхашник. Опа, тракса. Опа, тракса. Риксар это чисто мхашник такой. Аккуратненько. Можно сейчас еще подловить кого-нибудь. Пойдет дальше. Создадим лес. Некрачи есть. Можно будет на развороте поиграть. На развороте поиграть. Утракса, например. Нормально. Тут у нас лего. Лего. Так, мх юзаем. Хорошо. Хорошо. Вот этот пацан не в тему. Ну-ка, хрюшка, работай. Хрюшка работает. Маны нет у него. Хорошо. Ну, наверное, на вставочку я не знаю. Потому что такое-то забавное. Это забавно. Берем аганим, чтобы правилам пользоваться лучше. Отлично. Сумончик делает вещи. Сумончик делает вещи. Так, отлично. Идем на центральную. Аганим. Аганим. Есть. Так, вардик наш. Вот он. Хорошо. Вардик есть. Жесть, как же душат с некрачами. Это вся тема. И еще два артефакта. Это, скорее всего, бкбшка будет, ребят. И, наверное, что-то типа обессово. О, е-е-е, у меня ультимейт был. О, я что прогулялся. Я прогулялся. Лол, я прогулялся. И пойду туда. Мид, метод лучше. У меня, по-моему, было кд, потом от кд шилась. Я не видел, ребят, часто. Ну, вот такая первая сильненькая ошибочка. Я ташку заберу в любом случае. Сколько они кратчи еще живут. Хорошо. А сейчас не кратчи уже пропали бы. Отлично, и мидс несем еще. Уже раур есть. Ага, умрет, 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 сарчина. Нормально. Нормально. Но под него прыгать не очень хочется. Рожь. Чистая хрюшка. Имбаланс. Чистая хрюшка имбаланс. Имба на хрюшке. Отлично. Так, ребят, напоминаю, что мы играем через тройку. Это то, как нужно играть на данном персонаже. Тройка. Собрались команды под душевым. У нас не кратчи на топе есть. Можно сейчас собраться на топе просто. Я заберу. У тебя бот планету. Погнали на топ. Здесь у нас есть птичка. Мы ее сюда перетаскиваем для ребят. И ластовый артефакт. Вот можно даже октарин сделать. В таком билде. Почему нет? Опа, там кто-то драку начал. Вот ворвался. Чтобы видно было сюда птичку. Вот эту свинюку сюда. Хорошо. Лего. Хорошо. Джи-джи. Джи-джи. Душим. Жестко. Причем. Черезагоним круто. Все же вообще пушечно. Хорошо. Такая у нас первая катка, друзья, получается. Сейчас будем докупать еще, наверное. Октарин. Октарин. Ейрак лег. Главное писать. Не забывайте. Ейрак лег. Жесть, как же все пушится. Раскапушится. Праймал есть, да? Идиот. Крюшки работают. О, 5-600 имеем. Ну, наверное, октарин возьмем. Почему нет? По фану. Уже тут добить чисто такой билд. Но можно сделать кираса, типа, знаете, артакс-пид. Давайте кирасу сделаем. Кираса тупо. Тупо кираса. Кираса лучше сделать, типа, ауры, знаете. Минус армор. Потому что первый будет лучше работать. Первый работает лучше будет птичку. Поднимаем сразу и птичка аккуратненько здесь подчекиваем. Своим мистераса. Отлично. Свои килл любого, кто захочет к нам прийти. Прийти. За душем. Можно просто вниз идти. Опа, кто там? Легион. А, это наш клиент. Знаете почему? Потому что прыжок. Сразу. Жесть. Зло просто. Таггер, обезголовка. Просто зло. Погнали на низ допушивать. Поднимаем птичку. Сразу на вижен отправляем. Аккуратненько. Ооо. Жесть тут пуч. Мега. Все нормально. Вот так и заходится. Изи. Изи. Птичка полетела. Сейчас в коге к нему запрыгнем. Жестко задушить. Жестко задушим. Тени их покинул. Ну такая у нас первая катка получается на Рексаре. Жестко. Жестко в тройке получилось сейчас сыграть. Очень в принципе... Ну мы так проигрывали вроде. Но я повернул немного ситуацию в другое русло. Не крочи плюс второй спелл. Очень хорошая тема. На экстам пойдем наверное тоже в такой же билд. Но попробуем что-нибудь еще другое сделать. И одну катку через центральную в керри пойдем. Потому что Рексар также может с руки хорошо наваливать. И конечно же в керри мы должны задушить. Задушить. Задушить в керри. Погнали. Кикаем. Хорошо. Все погнали доламывать. Чикен макнаггетсы полетели. Так у меня праймал есть. Ах, я контроль потерял. Вы поняли что я хотел сделать? Наверное не поняли. Ну да ладно. Все, джи-джи доламываем. Джи-джи. Такая вот первая катка друзья. Сейчас пойдем в некстовую катку. И пойдем уже наверное не в хардлайн. А пойдем скорее всего на центральную. Но сейчас посмотрим. Если будет хороший мидер, то мы ему уступаем. Поехали. Так друзья, загрузилась у нас некстовая игра. Теперь мы будем придерживаться другой тактики. Другой. Но эту первую тоже можно юзать через эншинтов. Потому что через эншинтов я поднял первую какую-то денежку. И что же, берем риксара. Берем орбов веном. Теперь играем через орбов веном. 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 Разницы нет. Также через соул пойдем. Но соул чуть позже докупим. Поэтому берем вот так вот делаем. Такой билд у нас получается. И посмотрите, что мы будем делать с веномом. С веномом мы прокачаем конечно же хрюшку. В двоечку, в троечку. Ну в двоечку в принципе. И смотрите, тут еще 12%. Если в тройку, 30% это 42% будет уже. Сможем очень жестко душить. И бить с руки просто. Бить с руки и первым топориком там допустим поддобить. Сейчас попробуем собрать медальку. Через медальку. Фирст. Ну не Фирст. Ну давайте Фирст артефактом. Медалька. Ну не кровь желательно еще сделать. Это будет тоже бомбезда. О, у нас венга есть. Можно будет в фасткатку поиграть. Топоришки давайте возьмем. Срубим сразу. Так как мы походу опять в хардлайн идем. В хардлайн идем. Потому. Вот так вот. Отлично. Идеально. Можно сказать даже. Пойдем. Пойдем в хардлайн. С венга пойдем. Ой. Хорошо. Ливерпуль. 0-1. Ждем. Ждем пока крипы к нам придут. Опа там гонг отряды. Страшно вырубай. Пинокер без паленки пошел. Лаш поставить. Ну-ка. Кабан твой. Кабан тоже мой. Я на вакера руну отдаем. Я на вакера руну отдаю. Кабан. Монет у тебя. Акса взяли. Нормально. Все пойдет. Определиться сейчас венга дурачок или нет. Да, дурачок. К сожалению. К сожалению. Венга дурачок у нас, ребят. Он будет пытаться еще и фармить на линии до 100%. Но мы тут будем также юзать тему с... Тему с иншентами. Все, деда пропустили. Вперед. Отлично. Вот это залог успешного хардлайна. У меня жорбок веном. Ага, у него прыжок. Чалька, мы тут сейчас будем руинить друг другу крипов. Не он не будет, не я не буду фармить. А, нормально он мне туда ударил. Хорошо. Топорик возьмем. Мы тут фармить будем. Просто топор взять надо. Фармить будем. И будем сейчас хрюшку отправлять. Ей, как же линия сильно у нас пушится. Все, отправили туда хрюшку. Я пойду туда. Венга, ты помни туда газанула. Хрюшку почти дошла там. Беготня, моя любимая. Моё главное дело это стакнуть. Остальное мелочи. Остальное мелочи. Все сюда. Отлично. Истакаем. 53-й. Хорошо. Хорошо. Нам тут жизненно необходима эта страта. Эх. Хорошо. ракета на мне да я еще живой дед ударит дед вот вот этого тела вообще неожиданно дед ударил бы я бы начал хилиться акс горения кинул горения перехиливается горе никогда не 4 левела нормально все берем пашка погнали ничьи страшно один раз сдохли это не беда за фармин тут все хорошо иди сюда сладенький крючком возьмем топор и вразок так как у нас активная линия тут сейчас сапожок топорики линию будем пушить я так чувствую по-другому никак освенга очень сильные ауры кстати сапог берем птичку не знаю если бы я поставил птичку но не факт что увидели бы соул надо делать ребят словно доделать уже не успеет хрюшка дайте хорошо рюшку next он отправим хорошо птичка первого левела принципе как таковая вообще useless на я вижу на почти не дает сейчас кабанечка будем на 20 минуте поднимать это наш клиент тоже по-душим все гул нас так и сал ринг берем next там активная катка акс так выходит наглую думает моему ничья не сделаем у нас аура очень сильный нормально успевая стакнут и тащим хорошо внутри кэмпичка подставка им отойдем под тэшку и ждем хорошо пили поднимаем птичку сюда отправим фаст на нет маны айф мор а сюда мне кажется убили бы отразил одну волну отразил отразил одну волну прикиньте ходят верт артопу нифига у тебя vision там это там вижу не заберет у меня не должен не должен у меня забрать ракета еще одна хорош хорош господи пойдет хрюшка там стоит залезла я так не расхватил и погнали на базу сходим 4 активно верт верт хорошо играет активно молодец хрюшка работает пацаны об 2x работает армалийте на энштитов отправим хрюшку там пойдет птичка сюда помидор сколько фарма google ну чё ты подошел я с таком но пока что у вас есть мысли по поводу этого момента ребят напишите в комментариях есть какие-нибудь мысли у вас по этому моменту забавная ситуация хорошо что лаву есть погнали пимпик на топе очень много крипов блин часто к ним 100 к ним в любом случае я пока мид подфармливал динозавер там остановился руна разобьем видели акс пошел войдя акс шагу фарм гау фарм на миду очень много крипов еще эти бросим бросим их на миду фарма очень много я туманы а вот так хочу боишься серьезно просто уйдет до успех тупо смех тупо смех как стада барашков пробежались я пошел фармин дальше тупо стадо ставим крипа ждем хорошо в этот раз чуть похуже тут по фарму этот раз похуже из очень много народа плохо повык забираем адиот опасно динозавер и злые 0 на базу гнали на базу тяжело фармиться не дальний я не знаю тут линии так чисто потеряли но пока фармим хрен с ним потом жалуются у нас баланар жалуются страшно 100 мелочи она мид т.п. вы фармим за душем очень страшно на мид спокойненько золото меньше чем в прошлой катке конечно тут будет за медлой имеется не уйдешь под свинкой еще никто под свиньей не уходил под свинья еще никто не уходил оу серьезно я не видел его я увидел шавра загорелся думал венджи почему-то почему-то я думал что-то венджи фу хорошо до души вам чуть-чуть чуть остается все к базу и на топ пока такой фарм получается потому что ну играть с кем-то с кем мы сейчас тут поиграем пока я не вижу с кем можно тут сыграть свиньи фул можно играть принципе когда ультимейта но я так и буду сейчас пока до ультимейта играть принципе это не проблема войда тяжело убивать вот верта задушили у него хп не было хорошо все стало 0 и на топ а наш родимый топ птичку на чек 8 левел сейчас возьмем еще птичку нормально будет а снега гнули аккуратно стоим ганганы в любом случае если захотят они ганганут хотя товара нет а тут вот в лес ушел ли не толкаем и отходим хорошо хорошо вот он . минусом из тайминг на венге венга рак я умер под стопроцентно я даже респе не успею купить венга стан не выдержала из-за этого я сдох сейчас мы бы забрали его через тайминг одна тычка осталось просто он сразу кинул его и все ладно пофиг next time не буду вестись а тяжелая игра тут потяжелее видите как бы убивать не можем там хотя бы что-то как-то некра быстренько очень появились потому что линию хорошо выформил а я тут я рано линию бросил ничего будет тяжелая игра будет поинтереснее но через орбов веном надо просто драться постоянно видите не получается что подрали сейчас вертолет очень сильно контрит очень сильный герой на контур пассивку на разочек взять есть волна который фармит ночью гуганги какие-нибудь войны опять-таки как войны убивать много пока не понимаю . много дамы же надо влить но мы его убьем хорошо хорошо не каргазану тупо . и отходим так power шойд шойд птичка есть можно поесть также прекрасно отразил серьезно такой ластхи птичка такую бах и отражает окна что они крачи есть врачи первого левого первого лавана есть первого лавана имеется хорошо первого лавана имеется на виду весело по регенерация хороших генерации это хорошая руна на топ о ей сколько там клипов а топ теряясь немного тем что тут по всей карте у нас пустые линии почему-то никто не хочет фармить по никто не фармит по никто не фармит и хотят тема интересно что ребята и хотят плейте 6 2x просто просто насыпал мне 2x все путикакайся так у меня есть хороший стан бм там хороший стан одним станом сыт не будешь что на топ надо больше свыть в любом случае не к врачами можно выйти раур дать и пытаться его затрачить у отлично расконтрено с командой изи убивать прям вообще кайфуешь пенсии то есть микро двоечка имеются аккуратненько но выфармливаем медленно уверенно сейчас ауру как раз докачаем будет все норм хорошо так пока у нас все ровно ультимейт кд от когда играю и будут микро троечка можно будет уже поактивнее много играть акс там свои акции уже убивают он не уйдет просто под замедло главное хрюшку не слить нормально вот это в помойку давайте хил один возьмем и после не кровь медальку сделаем не кровь иллюзия не кровь медальку этот сетом на топе орудует кто-то был показалось google я там жесткие пацаны на топе пушат . мы заберут рекой наглый хорошо все я за не кроме 3 и у есть аккуратненько теперь птичку гол ими полез пройдемся вверх сейчас достанется лакс крутанулся то есть он быстрый огонь я не смог хрюшкой расконтрить я успею успею пойдет все не так хорошо конечно как могло быть но могло быть и хуже что дождемся ракет ждем ракетку то на ждем все ракетку так есть микро троечка блин под медалька и вообще я изи ссоры соло киллер буду третий угро счета спортом сты но вообще не офигевший ли ты герог вы блин блин даггер и медалька я хочу через слова в этой катке сыграть через solar крест solar крест очень хорошая вещь и очень интересная вам будет интересно посмотреть вот эту тему тоже через солярку через замедло орбы плюс solar там никто не будет выживать для начала медаль какую-то внизу весело да то по пройдемся об отлично можно обратно на топе вот эту курочку вести видеть ситуации какие у нас там происходит и если что сейчас кто-то пойдет фармить спокойно его я думаю примем медальку на низу да кто-то баланар бывает хорошо хил на лицо металька уже идет о пошлой как я рассчитывал и рассчитывал и верта либо война либо верта я любых убиваю хорошо давай давай хорош а кстати круто нет сейчас давай давай на это на вставочку до второй раз это на вставочка nice сумму нчик под душу и хочу на рипер улетать поэтому ребят go back солярка есть у нас уже хорош ждем next жесть очень много урона просто идет второй плюс медалька это жесть спасибо друзья что смотрите мои гайды я стараюсь для вас сделать их более чем адекватными чтобы было понятно что то чтобы было интересно было интересно смотреть несмотря на то что этот герой такой он но какой то вот как вы как там пацан пинан скучный неинтересный он веселый он сильный и веселый но вы сами видите что можно с ним с этим героем творить так что вот вот это как бы ну прекращайте так есть solar и любого это там зря газа нули так сильно звонули сильно пацаны там кто останется того заберем генерации птички жалко нету на руне сделаем дело центральную пойдут да я центр не пойду пойду на топ постараюсь разменять пача стопим их сейчас сюда пойдут пацаны нужно аккуратно вот сюда таги рок нэкстом пашка пашка на одних не крах сыт не будешь как говорится мы нужно вместе собираться вообще надо сплетить я могу сплетить жестко их меня никто не поймает там там вверх правда может ультиматом подсбить птичка сюда даги рок надо будет даггер будет ок шойт опять пришел нету ни крачей рор почти есть но ни крачей нету одна но одна мормана фиксите администрация айти орбу продадим уже она мне нужна так вот делаем так на низ пришли байт новой да типа да знаете а мы знаете что сделаем мы сейчас пойдем на папе огур у нас есть что птичка дает вижу от нас только им баланс на она еще в невидимость стоит типа ей пофиг вообще не оформлю цены пока стоит стоит ждет непонятно чего акс просто стоит ждет подождал некробы убить на минуту драка будет так не пойдет 5 на 5 мы всадим я тут умру тоже жесть надо в пятером собраться главная задача была не крана некрономика на убить некролайт что он такой жесткий герой но я отдал стрик и это жестко по низу первом виду надо вместе собраться и закончить их просто что будет очень тяжело против некролайта само но я в принципе смогу с некрами одну цель убивать изи чисто изи одну цель убивать смогу но это будет тяжело тем что они будут давать там купол еще но купол я могу сразу законтрить купола не будет они все жирненькие верт в аганим пошел тоже жирный будет тяжеловат у нас инвекер немного слабоватый но ничего разберемся думаю огар жирный там 2000 хп 2000 хп возьмем сейчас еще сделаем ну я не знаю я бы хотел максимально в ауры в суммон можно волка взять с леса но типа это будет вообще дикий контроль дикий контроль некра я убиваю лучше аганим сделать так как и в прошлой катке будет профит на самом-то деле бенга соло заберет его заберет она его через 2 2 кинь вот она чего вот она чего но 2 не качает ночью я потопу пойду короче оба не минус стоп сейчас получит если останутся да 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 они минус стоп получают нгг курочку сюда минус стоп надо делать давай давай и джек у меня ракета летит на или нет да здесь по идее меня вот не должен достать все что промах есть что за баши лютые видели какие баши у него жесть он меня просто не выпускал тупо вверх надо выйти а лолась наверх пошел умер жесть вы видели просто я только что-то дать в каст в каст в каст и джи джи а тяжелое видите тяжелая катка начинается тем что не можем вместе получили момент чтобы подпушить я могу соло в принципе их пушить просто не с кем файтится получается мы можем файт сам у нас файт слабее на данный момент инвокер у нас ничего не нажмет нормально терпим если эту катку сейчас успешно задушим не знаю хочется аганим на самом деле сделать то next будет у нас керри катка фановая но как фановая риксар тоже с руки хорошо наваливает ветеран гол кого законтрить войда законтрить один они во вдвоем убьют с венгой странная венгой кайт на самом-то деле хорошо угол вверх полетел на него и у кто-то мне кор и как по речке пойдет не получится законтрить до законтрим хорошо угол вагу хорошо вот так тяжелые драки у нас очень-очень тяжелые т2 сломаю пока ребята там бегают за ним главное нек разобрали аганим блин нужен все-таки без аганима риксар в тройке не не вообще не риксар знаете почему ультимейт очень жесткие получаются очень жесткий не кроссоляру накинули там вроде такой драки а легче стало а легче стало пацану тема джо очень много идет под минус армором читайте 10 армора снимаете просто просто 10 армора плюс еще промахи на войда хороший контур все губок губок так 3 800 имеем ой да по лесам бегают за блоки мардер . они вместе если собираются очень тяжело некор там очень жестко будет запакован вид подкушить или потопа пойти хорошая у нас заваржена я потопа пошел надо доход под риппера под риппера да пофиг на этот т2 а тяжелая катка ну будем потеть сейчас будем потеть потопишься сразу кнопку на него минус армор даем ему душе 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 венга стоя на базу я на базу давай давай допушиться очень жалко очень жалко что не допушиться жизнь это минус низ меня все в кд все в кд нету только уши да плохо у сносим сносят нам по чуть весь руки как мужчина 5 500 у нас имеется на данный момент блин кираса тут же есть как нужно как и в прошлой катки build и раз тут очень нужно что делаем тогда хекс и драться текст от не сильно поможет кираса опять сделаем блин да хочется другой билд кираса тут жесть как нужно кираса пусть ребята все что осуждают но кираса тут нужно для победы на пуш уж и на топе сейчас пойдем угроза берем нет хорошо образы берем в любом случае наш клиент в любом случае или нет я понял я умер просто на изи оба сразу ультовать не захотел сдавать почему-то ну да у меня получается первая ошибка серьезная ошибка причем не успел я нажал все кнопки на нее не успел улетать ладно бай бай к нет 4 ого просто душу моя ошибка моя ошибка еще расскажу чтобы никто не говорил душе хайнвокер на рипер улетел а его улыбала нар такой full хп бегает жесть за бред блин но мы эту катку походу всадим это кажется день не заберет он свидет два раза честно баллонами ой-вой да ему просто не достанем два раза умира travel надо сейчас будет на сейчас не испадем дефит travel берем огур жирный 22 400 блин это очень много очень много 2400 пляшка принципе могу дефицам володя у нас есть кстати с володька можно работать лично койн x-slot спросите вы я пока сам не знаю но travel нужен блин а гоним жесть какая вещь у меня получается вместо аганима solar solar крест надо salring выкинуть сейчас salring выкидываем пашечку берем огур на топе не один будет мид толкаем я мид тупо толкать буду войда изи я убиваю до сих пор в принципе еще 200 хп а помогут любом случае там вертолю сразу закидывается она не ошибиться на рипера не попас хатенько стоим пацаны вдвоем стоят в угол не как пришел ну блин она вся gg спину пойбокаться надо пленник not in walker чуть-чуть бы кто в чё помог бы а умер тоже жесть не нужно было туда вообще эти принципе можем 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 хорошо я топ толкать буду travel travel нет есть у нас если что-то пашечка блин ну топ толкать нет смысла уже они придут на дэп в любом случае низ надо дефить пока птички нету очки пока нету игрочей в суицид отправлять тоже не хочется сделать лотар может по то равно неуязвимость передвигаться нормально ладно прыгну этот скорее всего сейчас улечу боже я еще и на рипера в ругане повезло повезло не на рипера найс и walker ушел да отлично минус топ walker ушел но я без байбэка можно лотар сделать а можно бкб вообще сделать и драться просто 6 или молнию сделать просто блин тут проблема на самом деле свой дом тут нужно как-то раз кайтами играть раскаетить и жить travel во первых сделаем это первый момент второй момент сейчас подвар ним дефолт и низ под пушим сильно они потопа пойдут и потопа пойдут два дефолта надо там некор шива и короче я чек хорошо . вот что вином они хватает нам гул 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 да пофиг лупить его хорошо . жалко у меня варс паки нам чисто пламать будет у нас глип есть мы быстрее спушим зеленый тонус он испыта хороша минус ведь ломаю хевич хорошо можно низ о там кто некор вот он в ульте мы не короче надеюсь на не кровь дожить будет нормально хорошо жесть вот и мы ломаем отлично кто-то пушили гул бэк бэк опять ну блинский раз и все же получилось жесть все-таки выпутили мы таки победку друзья это радует на самом деле я надеюсь вы не слушали этот пылесос который там сдувался жесть вот просто втроем сейчас собрались и на аурах додушили это радует на самом деле радует у венга брат работы за душу сейчас хорошо но получилось у нас ребят через медальку и тем не менее вот такая вот у нас к . получается nice но это такая катка более тяжелая уже той же самой тройки только через получается мы сыграли через solar а как видите вроде как ну чуть-чуть что-то получилось тоже но подпотно игра сейчас на подпотел этот поток от что это такое это такое нормалин мне все равно понравилось очень даже хорошая игра тоже хорошая игра получилась мега крип и у нас теперь есть не очень хочется куда-то идти сейчас на самом деле можно просто это на базе чтобы четвертым слотом добрал я честно говоря даже не знаю потому что тут в принципе все есть сияно ранее нет тут как бы на непонятно самом деле что можно было еще тут до души можно было этого пацана конь чтобы не ушел конь готова 4к положи найс на не кров купол ты чё так не кров не любишь не кров не любит парень по страшном то есть мне кажется джи джи будет нормально него есть интересный риттер честный жирный нормально нормально додушили джи джи такая катка ребятки нас вышло next пойдем уже конечно фанова в керри я надеюсь это катка вам понравилась она такая более агрессивная ребятки сожалению не сильно что-то делали но вот просто тупо на ауре венге вот очень много решила что мы остались центре и просто доломали их это реально вот вот так вот через сола в принципе приятнее играть тем что очень много урона у вас сразу появляется если вы с умоном подушиваете как там ультра кел сделал просто минус арморите и крипы все делают за вас ну что ж поехали теперь в керри катка сейчас будет тоже интересно скорее всего пойдем через центральную летского господи что это за страшилка ну такой лоудскрин на любителям продолжаем так друзья центр дадут нам центр центр сейчас так пойдем мы на рик саре сейчас в керри сейчас будет у нас керри катка друзья о путь так это путь наш тупо тупо наш путь тупо наш 353 залили на ру 5 уже все новая карта нас остается и когда мы не услышим теперь вот этих наших геройчиков персонажиков печально ладно с пуджа идем значит что нам стики нужны будут по-любому там он же будет халкать пкд а нет на самом деле я и билде мы сейчас пойдем через bottle в любом случае stick нужен будет stick спасает пойдем через много вот через большое количество урона пойдем возьмем silver age тут и башер silver age а так спит будет очень большой посмотрим как тут будем качаться возможно через топоры также но 2 спел игнорирует нам нельзя потому что 2 спал то пушка вы что 2 как без второго спела на керри билде в ранней стадии чтобы быстренько 45 процентов и натыкивали чтобы две куры его гандариуса возьму хорошо но пик у них жесткий пик у них жесткий пик у них жесткий но скандариус а будет интересно будет интересная катка надеюсь ребят молния сатаник молния сатани кираса лотар абиссал и мкб наверно против реки мару постараемся такой бил сделать стараемся а папу джи а мы качнем 10 и 12 процентов они будут бояться хорош фига ты жесткий на антимаге google 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 только достать пичкой ну давай есть раз свинюка попала 10 процентов замедла да она серьезно не догоняю а как антимага не догоняешь ты рикса это жесть прогуливаем очень много крипов они сейчас развор дикт к ним хрюшка работает уже хрюшка работает топорик ребят любом случае надо взять да мне надо мне надо покликать не надо покликать я написал что на тп на мид ухожу надо покликать ладно ничего страшного бывает я карнамиду это плохо а перри если перефармлю буду убивать на замедление замок натал замок на пал замок на пал замок на пал по тушим под замедлениями и уйдет все понял позор озеро вот так не говоришь ты сейчас еще тычка товар даст брюшка для чего чтобы хилочку сбить хорошо уже байтят на этот латенс не буду 50 давать я про я покупаю провокон чтобы ставить латенс 50 что ли зачем это да деньги трачу у подеремся нет него идет отлик некстом учиться с все у нас отошли перекатка ребят напоминаю через центральную я третий взял в разок дополнительно хорошо отлично страта через орбов веном и хрюшку работает знаете как алхимика этот герой жестко выносит меду если на такой агрессии играть и это вообще люто не знаете да ну и сейчас будете знать краса руна намазал пацана некор наигрался дернул провод по ходу некролайт специально потому что с таким видом понятно классический мид принципе там любой кто ближний милишники вообще против риксара не стоят в принципе ну как стоят определенные милишники но например лучшие некролайт некролайт дальний бой он не так сильно стоять будет все равно я буду все равно переубивать перебивать его достаточно немножко перри фармить чуть-чуть совсем сапожочек орбов вином хрюшка все поехал так хрюшка у нас 400 hp у нас у хрюшки ладно 50 лад поставлю пацанам пацаны играют стик тпшка и давайте подстакивать наверное все равно линию отпушил подстакивать все равно стаки нам нужны будут потом зайдем просто за фарм монета почему нет я считаю что будет довольно таки годно и годно файзы next там через файзы через файзы все делаем вещи эти странно что никого на миду нету о вспомни его вот и она еще раз хрюшку качаем вот эту тему сюда эту тему сюда я буду до конца души тут ой да ладно так ни хернись так ни хернись я думал я добил уже думал хрюшка добьется честно думал хрюшка добьет такого стак ним хорошо сюда рунка отличная руна монета пойдет хрюшка добьет добьет кого раскачать второй в разочек топорики дополнительно не пойду дальше опасно курочка vision дает хорошо к туда сгоняем сами стак ним хорошо мы стакается отлично у нас здесь станем чё это такое пота хэл вот так хэл ни фига лагает жестко я умер от этого скорее всего это либо мой интернет либо хз а ну господи под контрись что это такое лаги жесткие вообще попробовать айс отлагала так вот как людям объяснять что я уже латен сразу 4 прописывал купиться просто господи просто тупица хорошо просто конца там настакал уже жесть рики на мид пришел жесть а это и к по моему лагает по ходу это и к пацаны потому что не должно вообще в целом лагать сейчас день у меня днем обычно лагает это и кап наверно лагает я чего умер на они для живой розовые теплые такое не знаю чего не на вид пришли ладно хрюшка пофарминг а что хрюшка пофарминг странная тема с этими лагами это сто процентов айкап потому что у всех лагает причем поочередно как есть такое дело господи шоу тут на медуза были то да как реки мару душу меня через рипл бахнет пацан аголол не бахнет смысле а сейчас у него ультимейт включен нас просто ультимейт включен поэтому дэмэджа 0 а с ультимейт просто включен был поэтому дэмэджа 0 было так же физикал урон а ультимейт омника дает очень много дэмэджа блокировку дэмэджа так вот сюда но пойдет глобати хуже и артефакт на это который сделаем это этот не не крочи а латар ага это ребят тоже новая карта добрый вечер называется история новая карта добрый вечер это пары в 4 ну хост виноват хост виноват ссори как обычно в принципе классика жанра зашел дотка поиграть гайдинг записать хост виноват пара-па-па-па я устать и колотить короче спамом вот тут без соу ринга пойдем вот у есть должно хватать лично на экспе стоит и так понимаю что отлично эксперт пока линия запущенная спокойно стою сколько стоит господи 50 латенца стоит чисто бестолочь на баунте хантере вот толку что я ему сейчас скажу что 50 лат он же просто меня пошлет 50 лата стоит он просто сказать и рак кончен бои кончен бои хост пик хоть как швей шверф серф и молот 50 лата стоит лата стоит дебил вот как ему объяснить сколько те вещи надо объяснять без толочь чисто так у латар сейдж первый артефакт есть хорошо чё надо подраться антимуга убить а где мы же не хватит наверно него блин это такой баунте хантер забавный умеет подушим мид за душем отойдем хорошо еще дай на и на откуда такой блин есть ультима принципе кажется я антимага не заберу все равно я быстро кстати могу догнать его латар есть у нас можно даже это убить хорошо с латаром вообще из зашел за души можно модно сделать попробовать дома 1 сделаем а почему нет попробуем закерри билд и next башер next башек топорик сейчас выкинем там на топе весело пойдем на топ пашер в помойку антимага керингс приступить надо хорошо блин ну там омника надо убивать будет нет антимага убивать будем я думаю бога он без хила а чакура туда полетел от не моя кур она там полетела через 130 нормально спасибо раскачивать будем принципе дамы же хватает шибанте могу убивать башер некстом нормально это еще пассивка не раскачано будет жестко угу угу хорошо так есть 2к погнали на мид руна руной не про сейчас некор тут будет останавливаться я его задушу через замедление и карту надо руну забрать ребят по-любому надо забирать без маны никуда поэншитов пока колоким next башер чисто душит плен забавно на самом деле этот герой вот этим приколенными омник будет проблемой все ульты в омника придется отдавать все ульты в омника годом драка жесткая какая-то жесткая драка жесткая промаха и и и и и и и реки еще под ногами надо уходить опасно так 3 700 тем временем имеется гол тут стакнем а базу что много себя позволяет он тихантер разговаривать эти немного его ограничим этих действиях так продаем орбу берем башер и там наш башер как там по одной кнопке покупаться показываете и башер а ясно спасибо как там башер собирается не помню уже даже давно так не собирал пойдет хорошо ваш имеем и раз аннекс там молнии вообще можно сделать но я уже билд сказал какой будет описал мадность чисто так на 1 фарм я взял с маднессом чуть позже поменяем артефакт вот это у большого голема задушить бы кто там антимук да он жесткий герой в с на самом деле если будем затягивать будет очень тяжело он как же свинюка разорачивает их вот сюда на проверку руна просто идеальная для меня гауна чек отправим по вижу пуджа не вижу преград я пуджа принципе за башера убивают хорошо блин ом никого там сэн 3 стоят по память тимойт пошел тимойт пошел жесть рикса разбесился а в центре стоят стал я так сильно бы ковать там хорошо пашку забираем этих крипов забираем чай падал под дэбл дэмбо дабл дэмэджа мог бы сейчас спокойно ирошена пойти знаю хагара найти наверно попробуем чуть подолбим не будем игнорировать игровой процесс это души лодка нету крипа пока что маны вообще нету ваш пимона нету у стик помойку гиперстаун кираса будет хорошая руна погнали на низ так ну и почти кираса у нас имеется быстро очень быстро выфармливаем за счет engine то вообще очень много выформил я на самом-то деле самом-то деле есть как быстро выфармливаем очень где-то ребята это ребята в очень непонятном месте на миду их нету под курой они вроде не правда не проходили я все это время мониторю карту и что-то как-то она не вижу так что нас остается значит кираса абиссал сильвер еще один слот мкб будет и сатаник нам 1 поменяем сделаем сатаник будет очень хорошо там пульс 7 6 вот это перри фарм идет дисбаланс дисбаланс если нас сейчас 4 останется будет тяжело джим вот так вот там опа фентом разулетелся жил омником хорошо 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 кирасу студию вот это разнос кирасу студию птичка сюда не хочу чтобы они так быстро сдавались подушивать буду артефакт свой хочется полную силу посреди мкб next он жестко душит риксар в керри если прям так через madness с такими бустами у прям прям кайф прям по кайфу по кайфу опа бх сфидел бх сфидел дабл дамаг да господи а как мне везет видите на эту катку тут упадобл дамага падает постоянно next там но вместо ботла будем покупать the manage птичка полетела там центре стоят точно знаю на хайграунде аккуратно надо будет сейчас пройти через мид можно путь штаммбардит опа вот туда можно да это и кемару проблемный сам то дел так паши не вылетел только две ты две тычки дал пуджу бедный пудж бедный пудж так 2 700 есть 200 есть рошана сейчас пойду его птицу поднимем с рошана надо зайти продаем а я бы возьмем все хрюшка работает рошан быстро отлетит столько дэмэджа фидбэк надо драться хорошо но это единственный вариант который у меня был на из баш а ты думал в сказку попал думал в сказку попал думал в сказку попал давай работаем жесть это нормально кстати сейчас разнес хрюшка давай работай замедляй плюс башер давай давай хорошо отлично так еще пять к имеем пять к имеем ребят то есть ребята не выводят просто дэмэджа очень быстрый перефарм получается за счет того что мы на эншинтах ковырялись ребят не забывайте эти фишки через эншинтов я на стриме их не показывал потому что на стриме как правило немного другие игры получаются подписчики сами приходят на центральную и фидит ну и получается вот такой вот ну геймплей тут геймплей без леса ой без леса но вы поняли без крипов наших волшебных будет нормально ну вроде неплохо получается пока душем там еще а там один ff висит сейчас я хочу выформить конечный билд уже хорошо мкбшка есть вместо кирасы вместо кирасы вместо этого аеги мкбшка будет вместо аеги солнышко начинает подсвечивать мне монитор я уже ничего не вижу нормально нормально обязательно ребят напишите еще в комментариях какой билд вам больше понравился какая катка понравилась больше или потная или та которая первая была может вам понравился второй геймплей потненький может керри билд керри билд он такой своеобразный на самом деле он очень редкий то есть его редко так герои этого собирают в основном через некрономикон и фастпуш и риксар это просто фастпуш персонаж который позволяет просто снести сразу игру и не париться блин я с аегисом фармлю ребята на топе там чилят ломают хорошо бкб я тут не хочу делать на бкб надо бы тоже все есть гоаегу сливать ох инвиз хорошо гоаегу сливать 33 минуты остается кукуру сразу пошлем кукуру сразу пошлем сколько лоха пауха сейчас я тут парамбулу там прум прум я догоню тебя смертный жесть как же разносится баш 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 меня наконец-то 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 обисал я уже не успею доделать просто дойти додушить фига там кто-то бронкс некролайт там стрик забрал это жестко жесткий негр получается в принципе игра уже закончена у у сильверуха имеется баш конечно жестко заходит атак спид хороший он все равно прокает и уходит в кд то есть вы же знаете что у этого башера покупного есть кд раньше этого кд не было и кд нету только на способностях которые именно башит то есть допустим у воида у клардора у них нету кд то есть может постоянно проб развязать и очень высокая скорость атаки поэтому об этом не забывайте тут кд у нас составляет сколько 23 секунды к илдауна этого стану то есть постоянно вы не сможете держать стане и того у нас получается вы станете на сколько на 14 икд у нас 2 и 3 то есть пока 14 встанет 2 и 3 еще немножко когда симптом большаться иногда это башер То есть постоянно вы в любом случае не сможете Не сможете постоянно держать в кдшке Найс катка Опа, чекин макнай Кстати забыл это сказать Ну я подпишу на теории Что ультимейт можно юзать в этого курьера Курьера можно ультимейт юзать Курьера ультимейт нормально вязается О, let's go Жесть Это нарезалово, я не знаю Это мкб, это просто нечто Это мкб, это просто нечто А там ваншот просто Ваншот будет GG Блин, это жестко В керри все таки прикольно Чисто как знаете, разнос такой Так, погнали за абиссалом Все таки успел я абиссал подсобрать Замедляет свинюка Ребят, не забывайте, что свинья это просто имбище Такой у нас билд получается, друзья На данный момент На данный момент у нас вот такой билд 272 урона с руки Плюс сатаник это будет 300 урона И очень много армора будет Это жесть Это жесть, это очень-очень много Ну давайте пойдемте уже закончим, друзья 32 минутки такого жесткого избиения оппонентов Стокатка в керри у нас Напишите, ребятки, в комментарии Какая вам игра понравилась больше Они вроде все такие прикольные Каточки у нас получились Не знаю Так что напишите свое мнение Оуу, щит Ладно, джи-джи Все, закончили Напишите свое мнение Какая вам катка понравилась больше В принципе, герой не тяжелый Берите его обязательно Качайте третий спелл имба Имба-хрюшка Конечно же, душите на имба-хрюшке Ну и в принципе все Спасибо всем, кто посмотрел Обязательно поставьте лайк, друзья Подписывайтесь на канал, кто ждет свой гайд Не забывайте, что гайдов уже очень много на канале На этом все, с вами был Ксен Азус И до скорого